Приветствуем всех на канале Секреты Мастеров! Мы подготовили для вас очень необычный ролик. Он очень понравится всем сладкоежкам, а также тем, кто увлекается декупажем. Вы заинтригованы и теряетесь в догадках? Тогда слушайте внимательнее! Сегодня вас ждет урок по шоколадному декупажу. Мастерица Екатерина Назаренко поделится с вами секретами этой удивительной техники. Кто будет вместе со мной работать, как говорится, приступаем. Закатываем рукава и начинаем работать. Я подготовила для вас два метода рисования шоколада. То есть как можно облить свою работу шоколадом, сейчас расскажу. Работу буду показывать на двух разных заготовках, потому что два разных метода. То есть сначала у меня будет вот такая досочка и будет лазерная распечатка. Вот такое пирожное у меня. Это обычная офисная бумага. Распечатана картинка на лазерном принтере. И покрыла я ее тремя слоями акрилового лака. Для того, чтобы дальше нам работать, мы ее замочим в теплой воде. Пока я дальше расскажу, что делаю. Досочку свою я загрунтовала уже белой акриловой краской. Распечатку, как большая часть из нас знает, можно истончить двумя способами. Мокрым и сухим с помощью скотча. Я вот как-то скотч не очень люблю, поэтому я истончаю свои распечатки мокрым способом. Наша распечатка замочилась в воде. Мы ее выкладываем лицом вниз на файлик и чуть-чуть я ее промокну. И вот так потихоньку скатываю бумагу. Она скатывается хорошо. Напомню, что это обычная офисная бумага. Вот этой бумагой я не пользуюсь. Чтобы увидеть еще больше увлекательных мастер-классов и вебинаров, а также попасть на онлайн выступления всех спикеров, задать им все интересующие вопросы, регистрируйтесь на сайте по ссылке под видео. Или нажав на кнопку на экране. Так, вот мы выкатали с вами распечатку. Она вот такая полупрозрачная уже осталась. Чуть-чуть мы ее будем клеить на нашу досочку. Покрываю доску лаком и переворачиваю с помощью файлика. В общем, и приклаживаю пальцем. Дальше я прям поверх распечатки еще наношу лак. И пока оставим ее сушиться. Дальше мы будем работать коробом. Вот цепучее. Вот такой у меня коробок. Я его загрунтовала предварительно. Вы можете пошуметь дома, посушить феном. Я не хочу вас отвлекать. Я приготовила вот такой коробок. Здесь у меня салфетки. Вот такими пироженками. Вот они с трех сторон. Как должен выглядеть короб полито шоколадом? То есть мы мысленно берем какую-то баночку, якобы с шоколадом, и вот наливаем. Соответственно, крышка у нас должна быть шоколадная, а все, что стекло с крышки, должно у нас попасть на короб. И покрываем нашу крышку прям без грунтовки, потому что грунтовка у нас белая, потом закрасить белый цвет не проблематично. Так дерево впитывает краску. Можно покрыть крышечку лаком, чтобы меньше расход был у краски. Ну, крышка не такая уж и большая. У меня коробок 10х10, поэтому я не думаю, что сильно моя краска пострадает. Короб у нас закроется, поэтому бокалы крышечки мы тоже прокрасим. Боковины обычно вот таких вот, этот панирный такой толстая панира коробок, боковины обычно хорошо у нас впитывают, поэтому их надо будет покрыть чуть больше, чем один-два раза мы видим. Ну, то опять же смотрите, как у вас впитывает дерево, что у вас за заготовка. Сейчас расскажу про шоколад. Вот мы облили сверху, вот у меня есть такая крышка коричневая, и вот он потек. Для того, чтобы он потек, я беру простой карандаш и просто его, чтобы вам видно было, рисую потеки. То есть по углам он всегда стекает больше, как бы ниже, поэтому угол рисую прям вот. И здесь тоже рисую вниз каплю. Вот тут у меня от салфетки остались всякие буквы, они нам не нужны. Волнообразно, то есть где-то меньше он стек в крышке, а где-то прям полилось вот так вот вниз. И так на всех сторонах, то есть вот так, сосульку вниз по углу, прям вот, как говорится, от балды. Потеки, вот как представляете себе, что он печет, вот в ладжи, как торты поливают кремом, шоколадом. То же самое рисую здесь, чуть-чуть выступая за границей нашей ручки, потому что ручка у нас закрашивается плохо. Просто вот сначала, теперь пушечку, сначала все обводим, что мы там нарисовали. Что у нас получилось со всех сторон. И здесь с темной стороны рисуем капельки. Для капелек лучше взять, калат когда тек у нас, вот он, тек, он и не просто потек, он еще где-то и капнул. Вот эти капнул и надо нарисовать капельки. Маленькая вот такая тоненькая кисточка у меня. Вот очень люблю я капельки вот здесь вот. Вот он как течет, этот шоколад, чуть-чуть вот носик мы вот здесь делаем. И вот так вот он делал капнул. Более круглую книзу. Нашу коробочку мы пока оставим посушиться. Это был вот такой вот первый способ от руки. Есть способ чуть-чуть попроще. Я до него додумалась уже, когда облила, ну не знаю, ну пять вещей шоколадом. Мне просто надоело рисовать это от руки. И, ну, обычный лист А4 и ручку. Переложу к нашей доске. То есть здесь буду лить шоколадом не по прямой, как на квадратном коробе, а по кругу, то есть листик и ручку. Примерно отметили, где у вас доска. Контур так хотя бы наметили, чтобы вы знали расстояние, которое вы будете рисовать. И точно так же, как вы рисовали на коробе, вы рисуете на листике. То есть вот. Вот такие вот абсолютно абстрактные потеки. Потом это еще раз поправится. Опять же в угол спускаемся. Вот так. Вот мы его вырезали, наш узор. Верхняя часть нам не нужна. Нам нужна нижняя. Вот она вот такая страшненькая. Прикладываем ее к нашему узору, к нашей распечатке. Берем нашу краску, придерживаем нашу заготовку, наш шаблон. И просто закрашиваем эту бумажку. Ладно, держим, чтобы она не скачала. По шаблону, что мы сделали. Я предлагаю вам здесь нарисовать маленькую кружевную салфеточку. Крыжка у нас не лакирована. И обведите карандашиком. И внутри, и снаружи. Вот такая салфеточка. Точечками, цветочками, верюшечками у нас получилось. И на нашем коробочке будет она хорошо смотреться. Сегодня Екатерина Назаренко познакомила вас с очень необычной техникой и шоколадным декупажем. Надеемся, что вам понравился этот ролик. До встречи в следующих уроках на канале Секреты Мастеров.